Что же делать, если те, кто должен разбираться в конфликтах и нас защищать, превышают должностные полномочия? Куда жаловаться на самих полицейских? Об этом поговорим завтра с заместителем начальника Межмуниципального управления МВД России Красноярской, начальником полиции Эдуардом Хабабу. Свои вопросы можно присылать уже сейчас на номер 9020 с пометкой ТВК. И к другим темам. В Монолитхолдинге сегодня прокомментировали ситуацию со строительством школы в микрорайоне Иннокентьевский. Напомню, 7 декабря жители микрорайона вышли на сход, чтобы добиться строительства обещанной школы. Сегодня председатель управления управляющей компанией Разим Абасов заявил, полноценного образовательного учреждения в нынешней ситуации там быть не может. Планы пришлось сменять из-за расширения проезжей части. В 2005 году дорога была внутриквартальной, но теперь этот участок улицы Молокова переделали в четырехполосную магистраль. По санитарным нормам строить детское учреждение возле таких объектов запрещено. В этой ситуации руководство застройщиков предложило несколько вариантов. Первый – построить на оставшемся участке внутри микрорайона еще один детский сад либо школу, но только для начальных классов. И второй вариант – возвести полноценное среднеобразовательное учреждение в соседнем микрорайоне Лазурный. Мы сами там профинансировали проект планировки, утвердили его в городе. И там находится территория для полноценной на тысячу межшколы, которая может быть построена в любой момент, когда у города появятся средства. И выстроить переход от одного микрорайона к другому не соседствует. Я думаю, что это совершенно небольшие затраты. Тем самым, если не хватает, на самом деле, для нашего микрорайона по нормам дефицита там нет. Просто в связи со слиянием двух микрорайонов, обеспеченного и необеспеченного получается дефицит, мы готовы и представили городу эту территорию, значит, на которой можно построить полноценную школу и снять эту нагрузку. Продолжение следует...